Добрый день! Меня зовут Огнева Наталья Юрьевна. Я ведущая балерина Московского академического театра классического балета под руководством Касаткина Василева. В 2001 году в мае на гастролях в Израиле со мной случилась травма. Еще мне поставили диагноз «Частичный разрыв ахиллового суважения на левой ноге». И лишь к восьмому месяцу я начала пробовать прыжки. И на восьмом месяце после первой травмы происходит снова щелчок в ноге. В момент прыжка снова что-то лопается. И делаем МРТ, где на снимках показано, что снова, по-моему, частичный разрыв. Разрыв оболочки ахилла. И было принято решение делать операцию. Операцию я делала в Финляндии, в городе Турка, у лучшего врача, травматолог-хирург, который зовут Сакаря Арава. К нам в театр приходит делегация во главе с доктором Поповым, который предлагает свою помощь в реабилитации артистов балета. Окружение моё говорило, что раз он такой гениален, раз он вот так вот вселил надежду и говорит, что он справится с этой проблемой, пусть он вас вылечит после второй операции. Собственно, так и получилось. На четвёртый день я попала к нему, и началось восстановление. Под своим чётким руководством и под свою ответственность он снял лангету, сделал гипс съёмный. И на занятиях этот гипс мы снимали, работали без гипса, а после занятия гипс я надевала. Ну, что я могу сказать? Так я и продолжала заниматься, нагрузку мы увеличивали. И через 9 месяцев после второй травмы, вернее, не второй травмы, а после второй операции на ахилловом сухожилии, я не только пыталась прыгать, как я говорила до этого, и пыталась делать какие-то движения, и я поехала в Таиланд в международный фестиваль, где я выступила в двух спектаклях, в главных партиях. Это был «Дон Кихот», это был спектакль «Челкунчик», где, в общем, я была в прекрасной форме, и по сей день я не знаю, что такое боль в ноге. В течение многого, длительного времени она страдала болями в области ахиллово-сухожилия, которые мешали ее профессиональной деятельности. При обследовании в клинике города Турку было выявлено частичный разрыв ахиллово-сухожилия, изменения в области оболочек ахиллово-сухожилия, которые и вызывали эту клиническую картину. В марте 2002 года в клинике города Турку Наталья Огнева была прооперирована. Было произведено иссечение измененных оболочек ахиллово-сухожилия, сшивание, укрепление мест частичного надрыва сухожилия, а также пластика сухожилия трансплантатом, взятым из подошвенной фасции стопы. В послеоперационном периоде она проходила реабилитацию по плану, предложенному клиникой города Турку. Восстановление шло хорошо, однако в октябре месяца 2002 года, то есть через полгода после первой операции, Наталья вновь почувствовала боли в области ахиллово-сухожилия. И при обследовании в Центральном институте травматологии-автопедии в городе Москве были выявлены на мокривной резонансной томографии изменения в дистальном отделе ахиллово-сухожилия с его истончением, со скоплением жидкости под ахилловым сухожилием и в толще его по типу кист. И был поставлен диагноз «повторный частичный разрыв ахиллово-сухожилия». И в ноябре 2002 года в той же клинике города Турку была произведена повторная операция, заключающаяся в выявлении места разрыва и продольного расщепления ахиллово-сухожилия, иссечения дегенеративных тканей в этой области, ушиванием этого продольного дефекта, а также была произведена пластика ахиллово-сухожилия, трансплантатом, взятым из фасте и кроножной мышцы, с перемещением последнего на место разрыва, а также укреплением ахиллово-сухожилия швом по кюмеру. В послеоперационном периоде пациентка прошла реабилитацию по методике Петра Александровича Попова. Полностью восстановив функцию конечности, уже через 6 месяцев она приступила к репетициям, а через год вышла на сцену в ведущих балетных партиях, тем самым вернувшись к полноценной профессиональной деятельности. АПЛОДИСМЕНТЫ